В самые депрессивные, сложные ситуации в моей жизни, когда я впадаю в полную депрессию, депрессивный синдром, я пользуюсь очень простыми, но весьма эффективными, продуктивными методами. Их всего лишь три. Это общение, общение и общение. Дрю Фауст, первая женщина-президент Гарвардского университета США. Мы находимся на территории Гарвардского университета, штат Массачусетс, США, город Кембридж. А здесь вы видите статую в честь кого? И был назван этот знаменитый университет Джон Гарвард. Пожалуйста, покажите его крупным планом. Эту статую называют так. The statue of three lies. То есть статуя трех лыжей. Почему? Потому что на основании этих трех лыжей вот эта статуя и была основана. Первое. Значит, здесь написано, что Джон Гарвард является основателем этого университета. Это на самом деле не так, потому что этот университет основала такая организация, как Массачусетс эндбой. Второе. Здесь написано, что университет был основан в 1638 году. Это неправильно. Вот подождите, я вам сейчас покажу. Пожалуйста. Вот. Написано. 1638 год. Это абсолютно неверно, потому что он основан был в 1636 году. Кстати, а вот третья ложь, которая в себе заключает эта статуя, на самом деле это не Джон Гарвард. А на самом деле человек, который создавал эту статую, он, кстати, тоже очень легендарный человек. Вот. И он в 1884 году, знаменитый архитектор Даниэль Френч, который создавал эту статую, и который до этого уже создавал такие статуи, как статую Авраама Линкольна и проект медали Пулицировской премии, он не знал, как его создать. Потому что не было ни одной фотографии. Все фотографии о нем, они были уничтожены во время пожара. И тогда он воспользовался такой небольшой хитростью. Он взял очень дальнего-дальнего-дальнего родственника этого человека, которого звали Шерман Мур. И он одел одежду 17 века и позировал для вот этой знаменитой легендарной статуи, откуда она и возникла. Вообще, Гарвардский университет всегда преследовала цифра 8. Почему? Потому что именно 8 отцов-основателей, которые подписали и создали Декларацию независимости США, учились именно здесь, в Гарвардском университете, который был основан в 1636 году. А также 8 президентов США также учились здесь. Теодор Рузвельт. И не только Теодор Рузвельт, но еще и предпоследний президент, то есть Барак Обама, тоже учился, заканчивал здесь юридическую школу Гарвардского университета. Здесь есть прекрасная традиция. Для того, чтобы студенту благополучно сдать сессию, а обычному человеку просто обрести удачу, нужно потереть его правый ботинок. Что мы с вами вместе сделаем, чтобы, во-первых, сдать хорошую сессию, а во-вторых, немножко привлечь к себе удачу. Так что давайте попробуем это сейчас делать вместе, потереть вот этот вот правый ботинок. Пожалуйста. И загадаем желание. Так что, уважаемые молодежи Узбекистана, я на самом деле и вам советую хорошенечко учиться в Узбекистане для того, чтобы получить необходимые знания, приехать сюда, в Гарвардский университет и покорять всю планету и ее, значит, отдельные части. Поэтому удачи вам. Я надеюсь, вы подписались уже на мой канал в YouTube Mr. Otobieg TV. Оставьте, пожалуйста, свои, значит, лайки, а также комментарии. И, пожалуйста, оставьте здесь в комментариях свои пожелания к моим будущим видеороликам и что вы думаете об этом Гарвардском университете. Так что удачи и до встречи.